МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учитель физики. Ее конек – опыты и эксперименты. Ученики уверены, что Раиса Ибрагимовна, если не маг, то фокусник точно. Все знают, что это лампа дневного света, и она не загорается без электричества. Однако вот Камешков Олег, я назову его имя, вот видите, что делается, да? То есть в руках зажигается эта лампа и освещает. И когда вот неработающую лампу подносит он сюда, и тоже включается лампа в его руке, это было, конечно, нечто, правда? Учитель объясняет – никакой магии. Прибор беспроводной передачи электроэнергии сделал выпускни гимназии. С ним юный физик участвовал в научно-практической конференции в Нижнем Тагиле и занял первое место. В гимназии дают возможность каждому громко заявить о себе. Все олимпиады, семинары, конкурсы, фестивали сведены в график. Призовые места дают дополнительные шансы при поступлении в ВУЗы. Артем Шубин участвует в олимпиадах с седьмого класса. На первую по математике пошел за компанию и без подготовки, и занял первое место в городе. С тех пор не пропускает ни одной олимпиады. В этом году Артем оканчивает гимназию, хочет поступить в Московский физико-технический институт – один из ведущих столицы. У меня есть шанс, но я еще буду стараться, я еще на пути к этому. Ну, единый госэкзамен – это как основная цель, высокие результаты по нему, но олимпиады уже дают хорошую базу. Лирики физикам не уступают. Будущие гуманитарии не пропускают ни одно культурное мероприятие, ни один творческий конкурс. Лично я со второго класса участвую в конкурсе «Чрецов» и до сих пор в этом году принимала участие. У нас каждый год проходят литературные балы. Они каждый год посвящены разным людям. В этом году был посвящен бал Карамзино. Директор Нижне-Тагильской гимназии Людмила Щербакова, можно сказать, отменила понятие «последний урок». После занятий по школьной программе учеников ждут 4 спортивные секции, историческая работа в школьном музее и 12 творческих коллективов. Ни один праздник Нижнего Тагила не обходится без выступления гимназистов-артистов. Людмила Щербакова уверена – каждый ученик будет успешным, если в него верить и помогать. Не только урок, но и внеурочная деятельность как раз дает возможность ребенку найти себя и самореализоваться. Поправить ребенка, направить ребенка для того, чтобы он попробовал себя то ли на области, а потом тогда уже пришел к тому, к чему он приходит. Критерием рейтингового агентства «Эксперт» при составлении списка 200 лучших школ России было поступление выпускников в крупнейшие вузы. Прошлым летом из 18-й гимназии в столичные университеты успешно поступили 12 абитуриентов. Выбор юных тагильчан пал на МГУ, МФТИ и юридическую академию. В родной школе учителя за них, конечно, рады, но еще не меньше их радуют бывшие ученики, которые остаются учиться и работать в Свердловской области и Нижнем Тагиле. Ведь в таком случае можно чаще встречаться, а в такую гимназию и к таким учителям хочется приходить вновь и вновь.